Мини-теннис – это специально разработанная методика подготовки юных спортсменов. Программа рассчитана на детей от 5 до 10 лет. Ее основной целью является быстрый старт в большой теннис, что достигается путем принципиально нового подхода к системе обучения детей этой игре. В России методика появилась сравнительно недавно, всего два года назад. В последние два года у нас появились необходимые оборудования, мячи, сетки, специально адаптированные до самого маленького возраста. К сожалению, за границей я это видел уже 8 лет назад. У них уже все это было, а у нас сейчас это набирает движение, и это позволяет детям соревноваться с самого маленького возраста, начиная с 5-6 лет. Теннис – технически сложный вид спорта. Овладение основными приемами игры занимает длительное время и может привести к потере интереса к занятиям. Целью российской теннисной лиги является создание единого календаря обучение тренерского состава с привлечением экспертов в области детского тенниса, внедрение системы рейтинга 10С – мини-теннис для участников турниров в категории «Зеленый мяч». Среди других актуальных задач – проведение межклубных соревнований по всем возрастным категориям и совместные выезды на учебно-тренировочные сборы. Готовились мы, в принципе, несколько лет, дети занимаются, но это групповые занятия, поэтому, собственно, никто не собирается сегодня выигрывать. Это первое наше соревнование, ребята сильно волнуются. Ни на что не рассчитываем, рассчитываем просто попробовать себя, насколько мы эмоционально даже больше готовим. Особенность первого детского турнира в том, что он делится на две части, как и в футболе. Сперва – отборочный тур. В нем маленькие спортсмены делятся на группы и борются за право выхода из них в финальную часть. Чтобы они хорошо участвовали в соревнованиях. Посоревноваться с «Одинцовцами» приехали малыши из Краснознаменска, Обнинска и даже из Москвы. Борьба предстояла серьезная, но, по словам родителей, юные участники остались довольны. Ведь они получили не только опыт, но и поощрительные призы. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».